Сегодня я покажу, как можно попытаться спасти переэкспонированную фотографию в лидерстве. Иногда летом мы забываем изменить настройки камеры, или, как в данном случае, я снимал при помощи Wi-Fi, установив камеру, и мы получаем переэкспонированный очень светлый снимок. Я узнаю два способа, как можно исправить фотографию. Это сместить Extreme Highlights вправо, добавить здесь чуть-чуть. Для того, чтобы картинка не была такой мискоконтрастной, ярко-средних тонов, вводим в минус, добавим немножечко контраста. И, собственно говоря, вот фотография у нас слегка проявилась, стала выглядеть гораздо интереснее, живее попали эти переэкспонированные выбитые места. Да, придется подправить цвет. В данном случае я бы снизил Vibrance. Изменили оттенок кожи чуть-чуть. Это первый способ. Но я пользуюсь другим способом. Он мне нравится гораздо больше. Сбросим все настройки. Вот наш RAD. Вот наши выбитые облака, выбитое относительно выбитое небо. Ступеньки плохо читаемые. Во вкладке Color в профиле я выбираю камера RGB профиль. Вот наша заготовка. Теперь не нужно так сильно смещать хайлайты. Право достаточно 50-60. Здесь хайлайты можно вообще не трогать. Вот эти темные участки мы поправляем, сильно смещая shadows вправо. Ну, опять-таки, все по вкусу, но я люблю проявленные теми. Можно добавить немножечко контраста. Ну и в этом случае, если цвета у нас начинают опять превалировать, доминировать, то можно подвинуть вот эти ползунки. Вы заметили, что цвет достаточно серьезно изменился. Особенно это видно на зелени. То есть фотография стала похожа на профиль Classic Chrome. В принципе, потом в фотошопе эту зелень можно вернуть к человеческому оттенку, более привычному. Потому что если мы сейчас тинт начнем уводить вот сюда, то это повлияет не сильно на зелень, но немножко повлияет на оттенок кожи. Можно здесь добавить плюс 3, тогда средние тона, чтобы кожу чуть вернуть. Вводим в холодный. Ну, то есть дальше начинается вкус община. Но, в принципе, мне достаточно проявить вправку с камерой RGB профилем и какие-то уехавшие цвета поправить впоследствии в фотошопе. Вот, собственно говоря, очень простой способ спасения не смертельно переэкспонированных фотографий. Всем удачи! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!